104 года. Такую немалую дату в эти выходные отметили жители городского поселения Загорянский. С самого утра началось празднование на стадионе «Спартак». Ярким и значимым для этого поселения событием стало открытие беговой дорожки. Торжественным концертом началась вечерняя программа. Представители власти поздравили загорянцев и гостей поселения. Загорянка с ее особым колоритом, с ее неповторимыми ландшафтными такими местами, около глязьмы, она оказывает влияние на любого человека, который попадает сюда. Мне хочется пожелать каждому из вас, прежде всего, здоровья, благополучия вашим семьям и, конечно, мирного неба. С праздником вас! Здесь очень уютно. Зелень, тишина. Поэтому, наверное, это место, это поселение предназначено для жизни. Для обыденной, простой, повседневной, нормальной жизни. Я хочу, чтобы загорянка процветала. И сегодня праздник. Поэтому сегодня мы всех поздравляем и еще раз признаемся загорянке в любви. На сцене история поселения в рассказах и выступления щелковских коллективов. Концерт на стадионе смотрели дети, родители и, конечно, ветераны. А вот и символический момент. В небо отпускают 104 воздушных шарика. Я очень люблю вот такие мероприятия, потому что прекрасная самодеятельность, прекрасные голоса. В этом году военный оркестр, причем прекрасный военный оркестр, изумительные мальчика голоса, изумительные солисты. Все это прямо на профессиональном уровне. Развлекательную стафету подхватила вся территория стадиона. Большое внимание на праздники уделили детям. Организаторы поставили надувные батуты, предложили игры стрелялки «Лазертак» – творческие мастер-классы. И маленьких, и взрослых заворожило шоу мыльных пузырей. Здесь именно все продумано для детей, вот с детьми прийти в самый раз. Тут появилось много хороших аттракционов, всяких такого. Мыльные пузыри. Это очень весело, очень красиво. Наше поселение отличается тем, что большое количество людей, которых можно назвать большими личностями, большими людьми, творческими людьми, интеллигенцией. Здесь много людей, которые проживают в летний период на дачах, а кто-то из них уже из дачников превратился в постоянных жителей. Наталья Бессонова как раз прошла такой путь. 23 года она овладеет дачным участком и уже 4 года проживает в Загорянке постоянно. Она признается, что за это время в поселении сделано многое. Стали дороги асфальтироваться, магазины появляются, инфраструктура. Мне здесь очень нравится. Порадовать зрителей в этот день хотели все участники праздника. А погода и созданная атмосфера этому соответствовала. Марина Познякова, Михаил Затков, телерадиокомпания «Щелково».